В работе пожарные спасатели полагаются на свои навыки и умения. В подразделениях регулярно проводятся тренировки. Однако лучшим способом проверить себя остаются соревнования. Всем привет! Мы в Реутове на презентации первых соревнований МЧС России на звание лучшего пожарного и лучшего начальника караула в таком формате. Из разных регионов России к нам приехали настоящие профессионалы своего дела для того, чтобы показать, на что они способны. Вместе с ними мы попробуем пройти эти испытания. Ну что, мы принимаем вызов. Поехали! Кто говорит, это легко, я хочу их позвать сюда в следующий раз. Такую огневую полосу первый раз прохожу. У нас на Гиппазе тоже есть огневые полосы, но не такие. Поэтому всем спасибо, особенно организаторам МЧС России, очень будет все круто. А как в целом испытания полосы, они приближены к тому, что вы испытываете в ежедневной работе? Да, приближены. Физическая нагрузка, она есть, была и будет. Так что такие полосы только укрепляют наш организм, закаливают и будут пригождаться нам профессии. Сергей Николаевич, здравствуйте! Добрый день! Не секрет, что подобные соревнования проходят уже на протяжении нескольких лет. Расскажите, в чем особенность именно этих? Ранее формат соревнований предусматривал выполнение кандидатами физических упражнений, которые предусматривали выполнение нормативов по физической подготовке, таких как подтягивание на перекладине, челночный бег и бег на дистанцию 3 или 5 километров. Нынешний формат соревнований предусматривает, помимо всего этого, исключительно специфические действия пожарных, с которыми они встречаются непосредственно при несении боевого дежурства. Мы видели, что уровень профессиональной подготовки личного состава уже гораздо выше, перерос тот формат соревнований, который был ранее. Мы поняли, что им уже более интересное выполнение нормативов, связанных с выполнением непосредственно специфических действий и тактических приемов. Субтитры подогнал «Симон» 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 Мы готовы? Друзья, привет! Ну что ж, мы сегодня будем со Степаном вашими наставниками и мы как раз-таки вам покажем как проходить эту дистанцию Вам всего лишь нужно будет смотреть и ее выполнять Вы готовы? Субтитры подогнал «Симон» Вперед, мне уже не терпится поехали игорь смотри тебе необходимо на данном этапе взять кувалду и как можно сильнее бить вот по этой штуке подымаешь замахиваешься и потом отпускаешь на отскоке на отскоке потом опять ловишь и и пробуем следующий наш этап это змейка здесь ты будешь тренировать свою ловкость и скорость я сейчас тебе покажу как она проходит а ты за мной повторишь молодец дальше тебе нужно кантовать это колесо упражнение на силу тоже будут забиваться ноги мышцы пробу если будут ошибки буду подсказывать поехали смотри здесь у тебя есть технологическое отверстие видишь штырь тебе его нужно перепилить для того чтобы сначала нажми на курок чтобы набрать обороты поставь ноги удобно чтобы тебе было стойко стоять набирай обороты набирать ствол необходимо взять с собой ствол и проходишь вперед до квадратиков задача сбить мяч поехали все отлично прекрасно идем дальше следующий этап вытаскиваем пострадавшего из туннеля залазим и тянем за специальные отверстия в щите в желтом желтом молодец молодец но дальше я думаю мы вдвоем с тобой справимся и теперь в туннель самостоятельно а я тебя здесь встречаю молодец забрала можешь поднять уже почти финиш финишная прямая поднимаемся по трехколенной лестнице в окно учебной башни руками держишься крепко не торопишься ты застрахована молодец вы лучшие молодцы вы сегодня наши герои как вам вообще в целом то понравилось очень крутая тренировка на силу выносливость ловкость это очень наверняка помогает вам при повседневной работе в тушении пожаров это было круто но на самом деле попробовать хорошо еще лучше когда тебе помогает наставник а еще лучше оставить это дело профессионалом они точно знают как это сделать спасибо все молодцы а вы друзья подписывайтесь на наш канал и смотрите выпуски и программы передаем этот вызов всем пожарным мчс россии а